Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по теме церковные учения о мытарствах. В прошлый раз мы говорили о смерти, а теперь мы будем говорить о том, а что происходит потом, после того, как человек умер. Первые три дня по церковному учению душа проводит на земле, вблизи тех мест, которые были особенно дороги для нее. Так, например, святой Макарий Александрийский пишет «Ибо в продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где она хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучилась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища себе гнездо. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имело обыкновение творить правду». Обычно я говорю своим прихожанам, особенно пожилым, как только умрете, не надо болтаться вместе с родными и близкими, они вас все равно не увидят, не услышат, не надо болтаться рядом со своим телом, здесь уже ничего не изменить. Так как после смерти душа может отправиться куда угодно, отправляйтесь сразу в святой город Иерусалим, ко гробу Господнюю, и там проводите эти дни в молитве, обращенной к Господу, совершенно бесплатно, без всякого самолета. Преподобный Макарий Александрийский учил о важности церковного отпевания, которое совершается на третий день. Он пишет, когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби, каковую чувствует от разлучения с телом, получает потому, что словословие и приношение в церкви Божией за нее совершено, от чего в ней рождается благая надежда. «В третий же день тот, кто воскрес из мертвых, повелевает в подражание его воскресению вознестись всякой душе христианской на небо для поклонения Богу всяческих». Конец цитаты. Конечно, более важное поминовение – это то, которое совершается на Проскомидии. Литургическое поминовение дает умершей душе, как подтверждает церковное предание, больше, чем нежели если какой-то святой, который уже на небе, стал бы молиться за эту душу. И был случай, когда один человек думал, какое поминовение совершить во благо умершему сроднику. И он молился одному святому. И этот святой сам явился ему и сказал, «Лучше, чем мое заступничество, пойди в храм и дай напомин усопшей душе на Проскомидии». По совершении причастия верных частицы, поминальные, за живых и за мертвых, они ссыпаются с дискоса в потир с кровью и телом Христовым. И таким образом непосредственно омываются кровью Христовой, что имеет огромное значение для усопших людей, для их душ. Святитель Григорий Великий, двоислов, папа римский, учил, «Должно знать, что святая жертва приносит пользу только тем умершим, которые в здешней жизни заслужили, чтобы по смерти помогли им добрые дела, совершаемые за них другими. Между тем всегда должно так размышлять, что безопаснее делать добро самому еще при жизни, нежели надеяться делать его через других по смерти. Блажение – отойти из всего мира свободным, нежели искать свободы, когда свяжут. Посему, чем яснее видим истощание настоящего века, тем более должны презирать его всею душою, делать ежедневное жертвоприношение слез Богу и приносить каждый день жертву тела и крови Христовой». Как и в этой земной жизни причащают только верующих, так и помин на Проскомиде предполагает, что этот человек был верный и, как минимум, стремился к таинству святого причастия. Слова папы Григория «Должно знать, что святая жертва приносит пользу только тем умершим, которые в здешней жизни заслужили, чтобы по смерти помогали им добрые дела, они точно соответствуют тому, что сказал Христос. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы» Евангелие от Матфея, 7 глава, 16 стих. И это не означает, что человек спасается своими собственными делами. Скорее, его дела обнаруживают в нем спасительный дар веры, как и сказано у апостола Иакова. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Не дела порождают веру, но вера делает человека добродетельным, поэтому в учении о воздушных мытарствах нет даже намека на пелагианство. Слова Папы Григория «безопаснее делать добро самому еще при жизни, нежели надеяться делать его через других по смерти» не означают, что за мертвого добро могут делать живые. Но прежде всего сообщается, что усопший произвел такое сильное нравственное впечатление на живых, что в память о нем люди устраивают помин, кормят голодных, нуждающихся, занимаются благотворительностью. И вот это нравственное влияние, которое побуждает живых делать что-то во имя покойного, оно вменяется ему в заслугу. И когда я, например, отпеваю усопшего человека, и я вижу, очень много людей собралось, я говорю, своим множеством вы свидетельствуете о том, что он оказал нравственное влияние на многих и многих. И это ему вменяется в заслугу. То есть добро, которое творится во имя умершего, оно свидетельствует о его нравственном влиянии на тех, которые это делают, в память о нем. Сказано, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. А то, что сказано Папой Григорием безопаснее делать добро самому еще при жизни, это верно, ибо после себя мы можем оставить такое благотворное влияние на людей или неблаготворное влияние на людей, что будет свидетельствовать в нашу пользу или против нас. Что происходит далее? С третьего по девятый день душа возносится на поклонение Богу и переживает знакомство с красотами рая. Третий день погребения, она возносится к Богу, потом она видит красоты рая. Третья книга Ездры, седьмая глава, 51-55 стих. «И душе, даже если она пойдет в ад, ей покажут райскую обитель, которая была предназначена для нее в момент ее крещения». «Нам уготованы жилища здоровья и покоя», то есть уже уготованы, а мы жили худо, то есть недостойно этих жилищ. «Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым, показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачество, но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд высияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы». С девятого по сороковой день душа проходит мытарство, после которых наступает время частного суда, прохождение мытарства, это как бы на современном языке сказали бы следственный эксперимент. После суда душа отправляется в то место, где она будет пребывать до второго пришествия Христова, до страшного суда. Частный суд не является окончательным решением, ибо так как человек грешил в теле, он будет отвечать в теле, и совершал подвиги веры, живя в теле, он будет наслаждаться в теле. Поэтому этот период мы молимся за душу усопшего в надежде на то, что Господь простит его. Но если даже душа обретает спасение, она обретает не по нашим молитвам, а по тому влиянию нравственному, который оказал на нас усопший, то, что и заставляет нас молиться. Поэтому множество молитв за усопших – это свидетельство о многом нравственном влиянии усопшего на нас. Блаженной памяти эрмонах Серафима Роуз, который всегда со скептицизмом относился к модернистам и неопротестантам, обратил в свое время внимание на брошюрку баптистского проповедника Билли Грэма. Это очень известный проповедник баптистский, если можно так сказать, он был духовник и наставник для некоторых американских президентов, в частности, для Джима Картера. Почему же отец Серафим Роуз обратил внимание на его брошюру? Неопротестанты, такие как баптисты, они не пользуются святотеческой литературой, они пользуются только священным писанием. Этим, конечно, они обедняют сами себя. Но отец Серафим Роуз обнаружил нечто интересное, до чего додумался этот проповедник баптистский только на основании Писания. И отец Серафим пишет, так протестант, евангелист Билли Грэм пишет в своей книге об ангелах. «В момент смерти дух покидает тело и движется через атмосферу, но Писание учит нас, что там таится дьявол, он князь, господствующий в воздухе». Послание к эфесянам 2.2. «Если бы глаза нашего понимания были открыты, продолжает баптист Билли Грэм, то мы, возможно, увидели бы, как воздух наполнен врагами Христа, демонами. Если сатана мог задержать на три недели ангела, посланного к пророку Даниилу на землю, то можно представить, какое противодействие может ожидать христианина после смерти. Момент смерти – это последняя возможность для сатаны напасть на истинно верующего, но Бог послал своих ангелов, чтобы охранять нас в это время». Поразительно и с моей точки зрения, и с точки зрения отца Серафима Роузы, что, пользуясь только одной Библией, неопротестантский автор Баптист пришел к тем же выводам, каким приходили и древние отцы церкви. Действительно, учение о матарствах – это учение, которое опирается не только на святоотеческие тексты восточной и западной церкви, но, прежде всего, на Священное Писание. И если мы будем живы, Господь позволит, мы будем говорить в следующий раз и об этом. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать сообщения о наших беседах, новых беседах и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. и оцени, оцени, ihi, и mote,